Здравствуйте, дорогие друзья! Я в гостях в фермерском хозяйстве Юрий Шарец, доктор Шарец правильно называется. Здесь выращивают голубику, бруснику и клюкву. И вот эти вересковые все культуры, они еще пока редко встречаются на наших любительских участках. Не все понимают, как правильно выращивать. Вот мы специально приехали зимой в Белоруссию, вот на эти вот просторы, буквально где гектарами выращивается эта голубика. И вот мы зимой именно это решили снять, чтобы показать без укрытия. Это в Белоруссии примерно такие же условия, как у нас в средней полосе. Сейчас у нас середина декабря, и мы вот стоим около этих кустов. Посмотрите, какие они большущие, дорогие друзья. Это вот к вопросу о том, как нужно сажать голубику, на каком расстоянии, сколько ей понадобится места. То есть вот спрашивают, как ее на каком расстоянии. А вот посмотрите, какие кусты. Если вы посадите плотно, то через некоторое время просто ей будет тесно. Нина, сколько этим кустам? Да, этим кустам 15 лет. Это сорт Блюгольд. Он вырастает вот такой высоты, видите, два с лишним метра. Есть сорта гораздо ниже, которые вырастают 70 сантиметров, полтора метра, метр. И в зависимости от того, какой сорт вы приобретете, должны ожидать его высоту. Ширина у них у всех одинаковая, примерно где-то полтора-два метра. У Нины есть огромная коллекция видеороликов и фотографий, где показаны вот эти урожаи. Это огромные урожаи. И сейчас вот они нас угощали замороженными ягодами. Это крупнущие такие, до полутора сантиметров в диаметре. Но красивые, необыкновенно даже в замороженном виде. Они не теряют форму, цвета. Ну просто это супер ягода. Она должна быть у каждого на участке. Причем еще вот доктор Шарец, это вот такое название у питомника специально, чтобы подчеркнуть целебность этой ягоды. Совершенно верно. Потому что Юра кандидат медицинских наук, и он знает, насколько это актуально, здоровая еда. А ягоды, у него есть такая гипотеза, но я думаю, что она очень близка к истине, что растение должно передать со своим потомством, со своими семенами всю информацию, всю пользу, понимаете, и всю свою силу, как мы вкладываем их своих детей. И когда вы съедаете вот ягоду, в частности голубику, со всеми ее семенами, мало того, что она вас прочищает там, и вот эти полифенолы, эти антиоксиданты, это все-все настолько, вы знаете, то, что нам не хватает. Потому что вот наша углеводная пища, хлеб, мясо, у белорусов сал и картошка, она не есть слишком полезная. Потому что и обязательно нужно есть свежие ягоды именно вот с семенами. И вот эта сила природы, проходя через вас, питает вас этой энергией и дает силу на новое свершение. И выводит все лишнее из организма. Я еще вот что хочу сказать. У нас были отдельные ролики про голубику. Вот эти кусты 15 лет на одном месте. Нина, скажи, пожалуйста, про подкормки. Чем кормите или не кормите? Мы не кормим. Понимаете, мы пришли к этому целенаправленно. Не проведя здесь пару лет и подкармливая, мы поняли неразумность этого метода. И потом уже, когда начали изучать органическое земледелие, органическое и то, которое вы подкармливаете, и это. Но это называть зеленым земледелием, биоземледелием, пермокультурой. Вы понимаете, что в природе, в лесу никто никого никогда не подкармливает. И деревья растут. И они общаются с друг другом, и они поддерживают больных. Это вот звучит как-то немножко так, фантасмагория такая, но это действительно так. Они живые существа. И чувствуя, видя их потребности, мы просто мульчой. А мульча в данном случае у нас это старые лежалые опилки, это кора, это у нас на песчаной почве это солома, это торф. Вот перемешивая все это вместе, сажая сидираты, это является изумительной подкормкой для голубики. Еще биогумус, вермикомпост. И больше, по сути дела, ей ничего не надо. Более того, кто перекармливает свою голубику, вот они получают обратный эффект, болезни. Отсюда вопросы, а чем вы укрываете? Потому что у них-то перекормленные растения не зимуют. Не зимуют. Вы убедились, что все вот это возможно в таком вот размере, в таком масштабе, с обильнейшими урожаями. Вот в Беларуси, при таком климате. Так что, дорогие друзья, сажайте, наслаждайтесь, получайте пользу и громадное удовольствие от этой ягоды. Вы знаете, у нас еще спрашивают, о, Беларусь, у вас там теплее. Ребят, у нас бывает минус 32. Не часто и не каждую зиму, но это испытание для растений. У нас дольше длится весна на месяц и дольше длится осень. За счет этого мы успеваем сделать на своем участке больше, чем вы. Вот это единственная разность. Еще вот я что хочу подчеркнуть. Смотрите, у нас сейчас середина декабря, снежок только-только выпал. Это тоже испытание для растений. Да, он уже ставил несколько раз. Это без снежной заморозки. Да, да, да. Поэтому действительно здесь условия такие достаточно суровые, и при этом вот можно выращивать такие замечательные культуры. Продолжаем экскурсию. Меня подвели вот к таким прододендронам. Я вообще в полном восторге, в каком они здесь количестве. И в таком прекрасном состоянии. Листья шикарные. Вот сейчас даже зимой, в середине декабря, с бутонами все стоят. Вот, и совершенно замечательно выглядят. Еще о чем я хочу сказать, это выращено все из семян. Да, это семян. Да, это можно 15 лет им. 15 лет можно отдельный ролик посвятить. Даже этому ты расскажешь, как про семена. У меня есть фотографии последовательно, как я сажаю. Да, и вот скажи, пожалуйста, это все какие виды? Потому что о сортах мы не говорим, раз это выращенные семян. Это катабинские, которые просто семенами посадили, они расщепились. У них чуть-чуть разные цветки. У одного более интенсивный розовый, другой чуть-чуть краб желтоватый в горлышке. У кого-то в сиреневый там оттенок. Да, да, да. Но все очень красивые. И вот кто говорит, ой, а нам надо только сортовые. Вот, дорогие друзья, я вас просто уверяю, что вы разницы никогда не поймете. Вот когда будет вот такой шапка, шапка цветов вот этих. Да, что нужно сказать о выращивании рододендронных вечно зеленых? Это то, что все-таки им нужно притенение от солнца. Правильно? Притенение от солнца и самое главное условие даже, это защита от ветра. Ветер, потому что их так высушивает вечно зеленые листья. Вот мороз будет больше 10, это такое интересное явление. Они вот скручивают вот так в трубочку, в макаронину буквально. И вот так грустный, грустный вид у них. И так становится их жалко, но чуть-чуть поднимается температура, и они опять подняли свои крылышки и... Распустили листочки, да. По сути дела, вот этот вот вид грустный, как ты сказал, когда они... Они уменьшили тем самым поверхность испарения. И вот почему их еще нужно укрывать от солнца, если они посажены на открытом месте. Да, именно, чтобы они не получали вот этого иссушения. Говорят, они замерзли, а по сути они высушились на морозе и вот на этом солнце. Когда корни не работают, а на солнышке испарение идет, и они, по сути дела, иссушаются. Вот вы прикрыли от солнца, чтобы они не испаряли, и все у вас благополучно. С северной стороны здания, вот если на даче спрашивают, ой, что посадить с севера у меня там, вот, всем нужно солнце. Рододендроны и листопадные азалии, это идеальная, вот, идеальная культура для северной стороны. Листопадные у меня растут на полном солнце. Даже, да? Да, листопадные у меня растут на полном солнце, причем оно там у меня круглый день. Вообще нет никакого затенения, шикарно цветут. А вот этим надо притенение, это совершенно точно. Ну вот, мы с Наташей подошли к нашим японским курумским азалиям. Капризные девушки. Они укрыты на зиму, иначе цветковые почки вымерзают. Весной самое главное условие не открыть раньше времени. Холодный северный ветер может высушить вот эти цветочные почки буквально за 1-2-3 дня. Они отойдут потом, но цветение уже не будет таким обильным. Таким роскошным. Я хочу сказать, что укрытие совершенно несложное. Здесь положен лапник какой-то. Сверху поставлены еще такие металлические каркасы, типа дуги какие-то, чтобы там был воздух, чтобы снегом просто кустики не раздавило. Вот, и поверх них спонбон. Вот такое, собственно говоря, укрытие. Для всех это, на самом деле, такое укрытие подходит для всех. И для винограда, и для роз. Но мы так и делаем. У нас нет каких-то особенных для каких-то культур укрытий. Всех под одну гребенку. И все прекрасно зимует и цветет. Так что вот смотрите, все это укрытие совершенно несложно. Вот юго-западная экспозиция. Это вот у нас закрывает с севера наш соломенный домик. И здесь на склоне, который идет к пруду, растут вот маленькая коллекция хвойников. Здесь туи, можжевельник и два кипарисовка. Один нутканский горхоплодный пендула, а этот вот какой-то вертикальный такой голубоватый. Я не знаю точного названия. И вот там подбиты они мискантусами. Мискантусы очень радуют зимой вот своими. Метелочками такими. Из европейской части всегда-всегда очень. Я вот хочу подсказать, вот на этом месте, между прочим, можно выращивать те растения, которые на обычном участке могут даже и не зимовать. А вот здесь из-за того, что повышенная влажность, некоторым растениям противопоказано зимнее иссушение. А вот здесь повышенные влажности, может быть, здесь будут более капризные растения еще хорошо себя чувствовать. Потому что это такой опыт уже есть. Скумпия, вот она с трудом зимует на самом деле в средней полосе. И у нас тоже здесь ее некоторые даже затаскивают в эти погреба. Но она у меня здесь зимует уже четвертую зиму. Прирост у нее не такой уж большой. Вот здесь видно, ну, сантиметров 70, наверное, здесь какие-то короче 40. Ну, скумпия я тебе свою дам. У меня скумпия зимует еще похуже в слове. Просто у тебя, значит, капризный вид такой попался. Наверное, наверное, наверное. Она пурпурные листья такие. И вот здесь у меня посажена в этом году кликачка. Это мне тоже подарили это растение. Оно растет в природе где-то, сейчас скажу, в Украине. Карпаты, да-да-да, южнее. По берегам рек. И у нее такие кожистые мешочки. И там под лозернышко стучат. И она называется кликачка. Я думала, это ее просторородное название. На самом деле она так, кажется, и называется. Но пока маленькая. Но я надеюсь, что она ей здесь понравится. Вот здесь у меня любимые редкости. Здесь даже горячавка у меня есть, которую от Хольцера привезла. Здесь сирень, мейра. Здесь магнолия звездчатая. Скоро здесь будет галезий расти. Там у меня лимонник. Потом стюарди очень хочется. Хоть из шестой зоны, но я в этом году буду стараться и семян вырастить. Очень много разных. Интродуцировать начну. Магнолия уже цвела? Магнолия цвела. И даже завязала семена в этом году. Она дала мне две такие ярко-красные. Они очень интересные. Специфические семена. Их вытягиваешь. Они такой длинной, ниточки тянутся. Вот и там еще замечательная такая сосна с длинными иголками, которая достигает 20 сантиметров. Как она правильно называется? Сосна желтая. Сосна желтая. Она очень красиво в ине смотрится. Это просто фантастические вот эти иголки. Что-то такое нереальное прям. И сирень мейра тоже у тебя цветет, да? Да, да, да. Давай скажем для наших подписчиков, что это сирень, которая не выше метра высоты. Да, да, да. И вся-вся-вся цветами укутанная, но просто это замечательно все выглядит. Здесь алый сорт азалий листопадный на бок, и она соседствует со спиреей серой. И вот это белые вот эти кисточки. Они одновременно цветут. Они одновременно. И они так дополняют вот этот огненный шар такой. Супер. И рядом белый вот это сирень. Ну что ж, мы вернулись, собственно, на то же самое место, откуда начинали свой рассказ. Мне провели такую замечательную экскурсию. Показали все эти чудесные саженцы, как зимуют. Вы могли убедиться, что все это супер зимостойко и идеально подходит для нашего климата. Я всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю обильных урожаев. И того, чтобы у вас в саду были новые культуры. Не у всех еще есть такие лесные ягоды, голубика, клюква, брусника. И вот, пожалуйста, такие саженцы здесь и растут. А еще я добавлю цветочные наши культуры, которые вы тоже увидели. Это рододендроны, это андромеды, это азалии листопадные. Гаультерия. Гаультерия. И еще у нас книженика появилась. Вот так замечательно. Всех поздравляем с наступающим Новым годом. И я присоединяюсь, что новых свершений, новых мечтаний, чтобы все, что вы выписали зимой, у вас выросло, плодоносило, радовало вас. И вы присоединились к нашему органическому земледелию. В новом сезоне мы обязательно увидимся и поделимся своим новым опытом и своими удачами. Присоединяйся. Редактор субтитров А.Семкин